Друзья, всем привет! 23 сентября на дворе. Выбрался я в Чеховский район, Чеховская грибная аномалия. Давненько я тут не был. Хочется спокойно в этот раз побродить, не набивая полные корзины. Цель – погулять, погулять, отдохнуть. Возможно, набрать чернушки. Возможно, если попадутся опят у меня попросили осенних. Чего лес пошлет, тому и рады будем. Грибов у меня, как вы понимаете, уже предостаточно, как сказал один мой друг. Можно небольшой поселок в голодное время прокормить. Поэтому раздаем, что делать. Так, из находок, как видите, пока что мухомор. Слушайте, пока с вами общался, лисичку нашел. Давайте камеру сейчас повернем. Да, помимо мухомора красивейшего, еще и лисичку обыкновенную мы нашли с вами. Мухомор мне больше нравится. Так что такие у нас планы сегодня. Погулять, возможно, черный грусть пособирать, возможно, опенок осенний. Ну, а так, что лес пошлет, то и будем брать. Лисичку я брать не буду, что-то она мне не нравится, она какая-то уставшая. Ребят, желаю нам всем хорошей прогулки, вам прекрасного настроения, хорошего денечка и доброго здоровья. Ну, в добрый путь. Поехали. Так, ребят, ну, ожидаемо, что слой почти нарезался, что он уже на том, как отсюда было. Ну, такое качество, не для маринования однозначно. Кто-то маринует и такие, но я. Ну, только, я не знаю, есть смысл. Можно чуть-чуть собрать, что помоложе, пожить. Ну, и вообще, что бы, ну, вообще пусто. В лесу пусто, ребята, я тут уже битый фэс. Какая-то уставшая лисичка порой попадается. Дождевички. Ну, и как-то, ну, по большому точу, это все. Ну, опять переростки. Ну, вот такие еще и ничего. Ну, хоть что-то, развлечение какое-то, ребят. Так порежу шить, чтобы руки вспомнили, как это делается. Ну, и тут разведу еще, тут уйду до точки, там, на ельничке. В ельнике ловить нечего, я знаю, но так нос засунуть хочу. А, и потом, кстати, мы еще, возможно, с вами переместимся рядовку фиолетовую поищем. Ну, вроде как она начинает свой ход потихоньку, так что, может, хоть ее соберем. Ну, ничего. Все равно гуляем, хорошо. Обещанного дождя, прям ливня нету. Ну, по дороге накрыл, конечно, сильный ливень. Ну, вот так накрапывает, накрапывает. Ничего, терпимо. Ну, заработан, друзья. Какая взрослая уже семья. Ну, что-то помоложе есть, вот можно такое, конечно, взять. В принципе, они немножко перестояли. Ну, ничего, попадаются и молоденькие семейки. Что-то так потихонечку собираю. Хоть какой-то интерес появился. Хорошо в лесу, конечно, есть на что поохотиться. И это прекрасно. И душа, и тело отдыхают, ребят. Класс. Ну, давайте подсоберем, чтобы помоложе. Ребята, посмотрите, сколько летних. О, смотрите, просто легион. Имя им легион. Ну, я небольшой любитель их. То есть, когда там только начинаются, да, грибочки там беру, вкусненький суп варю. Не буду брать. Но это красиво. Прям накосить, нарубить-то можно вообще. Говорят, засушки хорошие. Не знаю. Я бы взял, ну, тащить это. Можно и посушить, конечно. Ай, не буду. Не буду женичать. Оставлю, может, кому пригодятся. Да, друзья, переростков прилично, конечно. Вдалеке вообще все дерево усыпано. Припозднился к ней. Ну, и вы увидите. Я за один раз в этом году набрал опят. И мне достаточно. Вот так вот попросили ничего не набрать. Еще помоложе возьмем. Пусть человек порадуется. Не-а. Это тоже волочки не достать. Ладно. Крепкие какие. Здоровые. Но убежали высоко. Ладно. Поищем, чтобы это полегче добычу. А ТСЖ хоть бы хны растет себе и растет весь сезон. Мне какая погода страшная. Ну, и опять-то стоят там чуть подальше. Это же новичок. Большими поросениями высыпает. Ну, ладно. Инем в направлении ельника. А там свернем места, где чернушку можно поискать. Не уверен, стоит ли в ельник вообще заглядывать. Может и за время. Время есть. Полно. Жизнь. Ребята, обалдеть. Можно от другой стороны посмотреть на этого дерева. Сколько наросло. Тут-то какой-то сырный желтый. Ух. Ужень какой. Ну, уже старенький, конечно. Такой еще не годится. Ладно. Вон вижу опять-то. Тут аж 30 или меньше. Нужно больше даже. Ну, скорее всего, тоже перерост. Но подойду по любопытству. Вдруг там что-то помоложе есть. Ну, это ведь незадача, друзья. Люди и молоденькие попались. А недосягаемые. Нет, можно, конечно. Но, мне кажется, оно не стоит того. Так, о, да. А что хотел все показать. Тут при морде и прям. А это то, что мы еще. Смотрите. Вот, вот. Вот. Есть подозрения, что они до холодов. Хотя, почему бы и нет. Ну, вот эти вот. Можно взять какие-то, да. Которые не совсем крохотные. Но это исключение. Из правил, конечно. Как правило, переростки. Но все равно хорошая находка. Спасибо, лесок. Родненький. Спасибо. Рады таким находкам. Очень даже. Друзья, очень любопытное. Древно. В неделю выпавали на нашу жилую. То есть, тут навозник у нас, по-моему, на мерцающий, да. Дальше, переростки лепят. Дальше, чешуйчатка золотистая. Здесь при морде и думал, обяточная или нет. Нет, это тоже навозника при морде. Так, кто на другом уже получается. Все-таки бревне у нас еще крови корона. Но все это вот-вот на маленьком, таком-то, таком-то участке происходит. Тут какое-то собрание у них. Тут, видимо, слет разных видов грибов. Кешуйчатку брать, не брать, я не знаю. Золотистую я люблю, в принципе. Но я в этом году уже делал заморозку. У меня из прошлого года у меня еще осталась одна. Так что, пожалуй, причем у меня молоденькие такие заморозки, а вот эта... Но... Наверное, нет. Наверное, не буду жадничать. Пусть кого-то порадует, если кто-то знает эту игру. Пусть уже развлекаются. Так, ладно. Дошел я до ельникова. Видите, там темная такая махина. Это ельник. Завослый. Сун унос. Я любопытный. Коль скоро рядышком мы оказались, да, то проверим, что там интересного. Ну, я предположу, что переростки мокрухи, возможно, дождевики, и, вероятно, рядовка дымчатая. Ну и все. По большому счету, может быть, остатки какие-то. Лисички редкие, там, экземпляры. Ну, мухоморы, конечно же. Ой, конечно же, мухоморы красивейшие. Ну, пойдемте, друзья. Все, тут осталось меньше 100 метров. Да, ребят, в ельнике ожидаемо пусто. Вот, сыроежечка. Какие-то тоже дождевички. Вот дальше меня заинтересовал. Так, гриб похож на белый. Ну, это издалека и сослепу. А как что-то надели, мы сейчас посмотрим. По-моему, белый, да? Да, да. Надо же. Хм. Ну, вот это интересно. Как же так-то? Хм. И опята тут тоже вон стоят. Пожалуйста. Ну, давайте. Я думал выходить. Я не думаю, что мы тут белых наберем каких-то. Ну, может, случайный такой же. Вот, если кто помнит предыдущий мой заход в этот ельник, то мы с вами уже находили вот эти пицицы. но всего остального тут тогда не было. Вот пицицы вначале. Белого не было. Вот так мы, да. Вот с этой стороны даже помню, мы заходили. И вот тут меня еще удивила такая россыпь. Пицицы. Так. Вон я дальше вижу еще опята. А там кто? Ну-ка. Ну-ка. Что-то товарищ меня интересует. А, маховик. Да. Это маховик. Ну, опять, видите, сколько. Даже ельник они оккупировали. Ну, тут ладно, логично. Здесь ты хотя бы опенок кушаешь. Доедаешь, точнее, мертвую березку. Она уже все. Видите? Ну, вот елки ты чего оккупируешь? Ну, опять же, да, гнилушки. Наверняка гнилушки какие-то под елками. Так. Так. Ну, давайте задержимся ненадолго. Посмотрим. Белого надо проверить. Где он там у нас остался? Неленький-неленький. Но должен быть чистым, полагаю я. Маховик еще один. С чего бы ему быть нечистым? Он только может быть старым? Это другой вопрос. Давайте-ка. Хоп, хоп. Ой. Ну, вот. Да. Где твои 17 лет? Большой каретный. Привет, Андрюха. Если смотришь... Андрей Лисичкин, привет, если смотришь это видео. Да, напомнил ты мне эту песню Высоцкого. Надеюсь, у тебя там на севере дела получше обстоят, чем в Чага. Ну, и нам не приходится жаловаться, конечно. У нас есть грибочки. По крайней мере, поставленные цели и задачи я выполняю пока что. Ну, что вы скажете? По-моему, это уже не очень. Носушку, носок, не знаю. Ладно. Оставайся, мальчик с нами, будешь нашим королем. Оставайся, друг, в лесочке, будешь местным королем. Вот. Ладно, друзья, поехали. Прогуляемся по ельнику. Может, что еще и найдем интересненького. Друзья, вот она корзина. Вон там, рядом с ней белый этот лежит. Буквально просто, чтобы показать, что совсем недалеко отошел. Интересненькое. Это вот оно. Там, по-моему, съедена немного нога. Но вот он, белый гриб. Любопытно. Давайте-ка фотографию сделаю. И думаю, что там все получше гораздо, чем у его старшего брата. Красота. Спасибо, лесочек. Не зря в ельник-то заглянули. А я ошибался. Прости меня. Простите меня, друзья. Я ошибался, видите. Думал, что тут все-таки какое-то большее запустение, да? Нежели то, что я на данный момент вижу. Класс. Ну-ка. Ой. Ты-то давай выкручивайся, парень. Ох. Какой хорошенький. Вот это да. Вот это спасибо, лесочек. Это прям вот... Очень приятно. Просто такая вот какая-то прибавочка такая к нашему улову опять. Так. Ну. Ладно. Это все, конечно, хорошо. Вон мокруху, по-моему, взрослую вижу. Но надо... Надо-надо что-то поискать. Пойдемте, я вам мокруху покажу. И продолжим. 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 Вот она какая. Вот она какая. Здоровая-здоровая. Для сравнения. Миленький наш. Он поменьше тоже есть. Можно набрать. При желании. Тут, конечно. Вон опять. А с муданей тут повсюду. Ёлки-палки. Рез густой. Ходит. Вовка холостой. Ладно, друзья. Ладно. Есть работенка. И это очень-очень хорошо берется. Вон лисичка. Ну, такие они. Куда такое, да, брать? Что это за лисички? Хиты. Невзрачные. Не знаю. Маленькие. Вот. Хоть какие-то мои прогнозы оправдались, да? Остатки лисичек. Ну, ладно. Это все надо резать. Вон еще. Крохотуды. Ладно. Все. За работу, друзья мои. Вперед. Ведь можете, если захотите, друзья. Вот хорошие, нормальные. Грибочки. Такие вот. Поищем. Надеюсь, что хороших все-таки наберем. Ну, я такие не мариную обычно. Хотя нет. На безрыбе бывает. Бывает. Или поздние, там уже совсем осенью, когда это уже последние грибы. То бывают и такие беру. Так, а там у нас тортовик, наверное. Или чернушка все-таки. Ну-ка. Ну-ка. Пока что... Пока что опята. Опята и что-то еще, видите, попадается. Превосходно. Спасибо, дорогой лисочек, за дары твои. О, еще чернушка. Так, ну все, началось. И тут остапа понесло. Ну, вперед. Вперед, вперед, друзья. Трудов тут немало предстоит. Даже дрожалка оранжевая появилась уже. Как напоминание о том, что зима уже близко. Маленькая совсем, тут есть нечего. Так бы слопал, конечно. Ну, ладно. Дрожалка зимой будет. Еще успеем налопаться ее. Так что ищем обычные грибочки пока что. Что-то потемнело, ребята. Ох, чую, счастлива они вот. Снова. И вымоет меня. Из леса. Ну так, хорошо, бодренько. В лесу прохладно. Приятно. Ну, ладно. Вперед собирать что-то. Пока условия более или менее комфортные. О, какая красота. Ой, съеденная ножка. Кем-то погрызена. Но. Грибочек-то красавец. Просто красавец. Спасибо. Спасибо за находочку. Ну, слушайте, даже пару беленьких. Отлично. Ну, чего кричим? О, они, да-да-да-да. Раскричались. Не ругайтесь. Что-то они там все еще трещат. Посмотрите, какая красавица мокруха. Еловая привлекла мое внимание. Немножко огляделся. Вот он. Вот он наш третий красавец. Ну, вот он, дружочек. Давай-ка, выкручивайся. Ой, опа, опа. Вот такой. Нога, видите, лопнула, правда. Ну, подрежем сейчас. Спасибо. Спасибо, родненький. Мисочек. Ну, класс. Вот, ну, не ожидал, честно говоря. Я думал, тут как-то это... Остатки уже подобрали все давно. Нет. Есть еще грибочки. Красивые. Целенькие. Давайте еще посмотрим, поищем. Опят уже не собираю. Я знаю, что пока на выход буду идти, еще дособерем. Доберем корзину. Поэтому можно погулять и другие грибочки поискать. Более интересные. Нежели опята. Ну, вот их мало таких, хорошеньких. Но все-таки они есть. И очень-очень нас радуют. Прекрасно. Такие можно и взять. Друзья мои, помимо продолжения саги об опятах, вот такой вот. Такие просыпи. Несконечные какие-то просто. большущие семьи. Так вот, помимо них, у нас, вот такая прелесть, встречалась на пути. паутинник тримуфальный. Уже паутинник желтый. Очень вкусный гриб. И вот как поступить, я даже уже не знаю. потому что он какой бочоночек. Потому что, ребята, ну, место в корзине почти закончилось. Можно, конечно, еще куда-нибудь. Пакетики всякие, сумочка еще есть там. Такая мягкая корзина. Можно туда убрать. И замариновать еще баночку этой вкусняшки. Ну, наверное, давайте молоденьких возьмем немного, а? Ну, как такое нельзя? Ну, посмотрите. Смотрите, какая красота. Вкусняшки такие стоят. Давайте. Ладно, все. Да, обвиняйте меня. Жадности. В чем угодно. Ну, ребят. Ну, это вкусно. Это очень вкусно. Ладно, все. Решено. Немножко молоденьких соберу. И дело с концом. И как раз добью, видимо, корзину опятами. Там есть молоденькие, хорошие. Ну, и на выход придется. А за чернушкой заскочить кто-то хотел. Но там все равно это по пути место. Чернушку тоже проверим. Как-нибудь допрем. Надеюсь. Ну и ладно. Вперед. Ох, друзья мои. Вы посмотрите, сколько чешуй щитки. Золотистый. Ну куда. Ну куда. С вытянутыми, оттянутыми руками. И так уже. Еще за спиной. Грибочки. Мне кажется, до чернушки я не доползу просто с таким грузом. Ладно. Давайте финальный марш-бросок до чернушки. И развращаемся на выход. Где-то планировал сегодня. Думал еще там в два местечка заглянуть потом. А потом еще и за рядовку фиолетовой. Ага. Не тут-то было. Да успеем еще рядовки пособирать. Вот посмотрите. Вы только посмотрите на это издевательство. Ну, нет. Нет, 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 нет. Проявляем силу воли. И говорим решительное нет. Ну, потому что... Ой, сколько помороз, ну, смотрите-ка. Ну, ладно. Оставайтесь, ребятки. Порадуйте еще какого-то любого грибника. А, у этого грибника. Уже нету сил на это. Простите. Жизнь прям кипит. Суетятся. Все, друзья. Переодышку сделали. Нет, ну, это, это, это просто форма безмодразия. Вот там буквально через ров. Если перемахнуть, дано, в ту сторону, то мы по лисичкам пойдем. Кружили. 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 Со всех сторон. Куда деваться. Куда деваться. Можно выходить из окружения. Ну, ребята. Ох, лесочек задарил ты нас сегодня. Прям. Прям. Не знаю, куда деваться от этого всего. Ладно. Выбираемся. Выбираемся. Проявляем силу воли. Это дело оставляем. И... На выход. На выход. Все. Бежать. Бежать. Без оглядки. Снимаем. Еле-еле. Идем уже. Ноги еле переставляем. Еще один белый попался. Но там была изъедена нога. Шляпа лежала. Не, она была мягкая шляпа. Поэтому я, естественно, это дело оставил. Ну и снимать тоже, разумеется, не стал. А вот этот хорошенький. Это хороший. Берем, дружочек. Почистим только и берем. Спасибо, лесочек. Причудливый такой. С носиком, смотрите. Ха! Ну, какой. Курносик. Интересно. Грибочек. Ну, носик, курносик и вешалка еще. Какой-нибудь тент на пляже стоит. Зонтик, да? И у него вот крючок такой. Чтобы полотенце вешать, да? Чудеса вообще. Вот рубки не хватает ему, да? Там даже какое-то подобие глазок есть. Класс. Ну, пару фотографий сделать. Сейчас почищу его только. Тут подарки от леса. Такой мужичок, лесовичок. Класс. Ой, спасибо. Дорогой, вообще. Радуешь и веса прибавляешь к моим поклажам. Ну, ничего, это радостный, приятный вес. Как-нибудь доковыляем. В чернушечник зашел. Тут две чернушки. Одна чистая, другая не очень. Вот, но это не тот. До того еще 500 метров самые тяжелые в моей жизни, наверное, будут. Ну, тут немножко. Сейчас уже доковыляем как-нибудь. Все, друзья. Топаем. Надо. Потому что надо, да? Все. Выходим. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Кто здесь? Кто здесь? Вы еще здесь? Давайте шевелитесь. Ладно, все, друзья. Дура же какая-то пошла. Кто там ругается? Нет, этот чернушечник все-таки не совсем и пуст. Но я не хожу и ищу грибы, а проходил мимо. Ну, я взрослые, 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 взрослые. Ну, тут качество. Ой. Общаются со мной. Друг с другом. Или со мной общаетесь. Так вот насквозь его продырявила жизнь. Ну, так, в принципе, ничего, гриб. Так, осматриваюсь, осматриваюсь. Вдруг еще что-то. Ну, и заодно это... А, да, есть. Заодно это передышка какая-то всегда. Она мне необходима. Так. Ну, это-то на жареночку, скорее всего, пойдет. Так вот. Ну, что, друзья, видите что-нибудь? Да, моя хорошая, слышу тебя хорошо. Чернушку не вижу, но тебя слышу превосходно. Да, да, да. Вот так вот это выглядит. Тут уже. И за плечами, да. И везде грибы. И где. Ну, это, по-моему, старик. Ну, чистая. Но что-нибудь. Взбеки. 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 Ну, спасибо за подсказку. Все, заикаться стала барышну. В приложении я иду домой. Так что... Уж не знаю. Ну, она выводит. Она выводит. Это самое главное. Так, ладно. Это не реклама. Ой. Ну, все, ладно. Топаем к тому чернушечный куб. И наконец-то разворачиваемся на выход. Вот две штучки. Нормально, хорошая. На две пожарим. Отлично. Друзья, я дошел. Вот почему я сюда превозмогаю себя. Шел. Потому что она отходит. Но это кто-то срезал. Возможно, что даже я в прошлый раз. Но есть еще. Есть. Что? Пособирать. Вот видите, какие уже цвета. Ну, совсем такие здоровые, да? Ну, да. Ну, что ж, давай паутинку еще ставят. Ну, а сегодня тоже. Оп. И смели. Вот это хорошенько. И все равно он уже взрослый, видите? И совсем уж прям молоденьких я пока что не встречал сегодня. Так. Так. К остальному. Смотрим. Как же здорово ее искать. Особенно, когда у тебя руки не было. Ну, а вот все налегке ходишь. Такую. Ну, вот они уже видите. Ну, да. Вот у них так. Ну, она есть. Ну, она старая. Старая, ребята. Вот. Ее кто-то уже находил. Видите. Ну, вот выглядит. Стремительно. Ну, почему же. Очень-очень стремительно. Поэтому. Ну, ой. Удачу за хвост. Пока есть. Какая-то надежда, да? На встречу с черным груздем. Так. Вещи я не должен потерять. Они там у меня в куче стоят все. Угу, угу. А, это я вот кто съел. Ножку просто подпишали. Угу. 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 Где же вы прятались? Ну-ка показывайте. Давайте. Выходите из засады. Я знаю, что вы здесь есть. Надо было корзинку мягкую. Ой, бабочку. Мотылек точнее. Ну, мухомор какие. Пойдемте к мухоморам. Наверняка там рядом притаились. В засаде тоже какие-то. Искомые нами товарищи. Конечно. Вот почему это работает, я не понимаю, но это работает. Так. Так. Вот они мухоморы. Вот эта чернучка. Неизвестного пока что нам качества. Но нет. Знаете ли. Ну, конечно, пожарить можно. Но уже не очень. Аппетитно. Ну, неплохо. Все равно, когда ты знаешь ее вкус, ты уже просто предвкушаешь его. Так. Какой-то у нас долгий поход с нами получается на чернушкой. Ребят, ну все. Не вижу. В прошлый раз я здесь немножко подсобрал и я видел срезы. что-то. Не слишком многочисленные, но не были. Стало быть, кто-то тут помимо меня на нее охотится на чернушку. У нее чернушку. Вот мухоморчик опять же. А на чернушку. А дальше еще одну. Ну, по-моему, они не очень. Ой, а пахнут зато как. Ммм. Очень даже очень. Простите за тавтологию. Так. Не получается в одну руку. Поэтому будем нашу съемку прекращать. О, это с пассажирами. Так что, увы, подружка. Но есть еще семейки не найденные для меня никем. Так. Так. Вот она. Вот она. Наша прелесть. Все. Собираем эти и на выход. Потому что, ну, не допру. Просто не допру. Честно. Хватит. Друзья мои, таким получился итог нашего похода. Здесь не все грибы. Вот. Запретили мне выбрасывать пакет с более взрослыми экземплярами. Так что, пру мелкими перебежками. Как-то, как ослик я. Как маленькая лошадка. Да, смешно. Тебе смешно. А мне не до смеха. Сойка надо мной, видимо, насмехается. Да. Так вот. Море еще опят, конечно же. Уже не всегда идеального качества. Но есть что набрать. Можно исключительно вот хороших и для маринада даже набрать. Опенка осеннего. Есть еще черный грусть. Но уже такого, ну, отходит. Видно, что отходит он. Вот. Хорошего качества тоже все еще достаточно. Белых нашел сегодня, по-моему, штук шесть всего. Четыре взял. Ну, два негодные, как я посчитал. Немножко лисички обыкновенной. Паутинника триумфального. На баночку где-то набрал. Ну, и опята-опята вездесущие. Была мокруха и ловая. Не стал брать. Дождевички хорошенькие очень. Тоже естественно. Ну, куда, ребят? Ну, невозможно все объять и все унести. А ну, летних опят постричал еще. Да. Хорошее такое, богатое семейство. Можно было взять для того, чтобы посушить. В общем и целом вот такая обстановка, такая ситуация. Ребят, я считаю поход более чем успешным. Все прекрасно. Лес задарил своими дарами, так что не унести, как видите. Друзья, я вам желаю таких же полных корзин, грибочков, здоровья, добра и позитива. С вами был корзиноносец Владимир и его корзина. Увидимся на канале, либо на лесных тропинках. Всего вам доброго. До новых встреч. Пока-пока. Ребята, 300 метров последних осталось, но вы посмотрите, что фламмулина бархатистая ножка. Зимний опенок. То есть сегодня летние, осенние, еще и зимние опята мы нашли. Вот это чудеса. Есть повзросление. Какая красавица. Наказательство. Ой. Обалдеть. Вообще. Вот это да. Спасибо, лисочек. Спасибо. У нас тут прелестные находки, дары. Все, друзья. Поехали. Спасибо. Поехали. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...